дальше вот моя королевская вот такая вот орхидейка в такой огромной банке тоже покупала я ее оценкой от цветашкой в сельпу это из дорогих что-то в районе 600 гривен она стоила изначально потом когда упала цена до минус семьдесяти пяти процентов я ее купила не знала уже что за цвет думала если честно что это салатовая орхидея салатовыми цветочками но когда она зацвела оказалось это белая орхидейка с такими фиолетовыми пятнами не то что я думала но тоже очень красивая шикарная орхидейка дальше моя самая первая орхидейка красотка вот тоже доращивает уже только срезала на выпустила с двух почек веточки он доращивает тоже растет у меня в закрытой системе вот этот круглой колве я и сегодня только переставила в этот горшок потому что что-то мне очень стало страшно она росла вот я сама сделала такую подвесную корзинку и она тоже меня было вот висела на этом же месте но я смотрю сегодня присмотрелась там уже в некоторых местах вот вот эта веревочка она разлезлась я срочно же пошла и купила вот такую подвесную корзинку с металлическим креплением вот чтобы ее сюда с этой же вазой разместила и корни туда аккуратно аккуратно есть вот заломы попыталась аккуратно запрятать что у меня не очень хорошо вышло вот так что это орхидейка меня тоже растет закрытой системе уже не раз я показывала вот такая вот и вот уже решила снять все на подоконнике не носить их как и есть быстренько пройдусь это у меня фейс красный каскад но что-то она процвела совсем не так как на картинке было вот какой-то пересорт видим посмотрим как процветет в этом году этот я покупала тоже 2 и 5 размере или один на 7 и не помню так что вот растет цветоносик это западная сторона дальше вот такая вот орхидейка тоже такая же история покупала реанимашка не много таких вот недавно процвела только вот цветоносик смотрю нет не да а вот она пробудила почечку новую и будет растить новый цветоносик с почки вот такая вот орхидейка тоже в закрытой системе вот личные корни тоже немножечко мха здесь живого а так абсолютно вот воздушная посадка с крупной корой керамзитом дальше это же у меня от элегант вот покупала вместе с той орхидейка и бегли по белым это розовая вот такая ларк song black по моему тоже такая красивая она с такой вот тигринкой внизу на нижних листиках потом были у нее проблемы что-то шеи хотя корни шикарно она мне начала наращивать в этом же горшочке на росла я зачистила потом она мне начала наращивать новые корни и недавно я только обрезала этот низ с корнями старыми чтобы вот не пошло мне дальше по стволу орхидейки это болячка и посадила этими новыми корнями в горшочек этот же вот прекрасно она уже нарастила корни там тоже какая-то травка растет вот и уже выдала мне два цветоносика видно один и вот другой цветоносик это не корешок это цветонос не знаю хватит сил ли в нее мы посмотрим так это классической системы у меня растет это я потом покажу дальше это панда по моему так она называется белая с фиолетовыми точками но не такая как как-то огромное совсем другое цветение тоже на цветоносе один да вроде больше я не вижу нее цветоносиков здесь тоже смотрите какая посадка здесь без мха керамзит крупная кара с керамзитом перемешку вот корни как видите так это у меня бордовая восковая орхидейка я ее недавно делала им душевание она мне наращивала новый цветоносик отцвела только долго очень цветет ее название не помню и здесь не подписано как зацветет я вам покажу долго очень цвела наращивала вот новый цветоносик и я потом хотела обрезать старый и не посмотрела обрезала новый так жалко было но тоже примерно вот такого размера может уже чуть покрупнее был но ничего она растет следующий дальше у меня вот здесь орхидейка это сейчас 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 ягуар по моему бабочка такая салатовая бабочка тоже растит мне два цветоноса вот давайте смотрите какая рыхлая посадка здесь никаких мхов у нее нет крупный крупный керамзит большие куски коры то есть для моих условий вот это хорошая закрытая система то есть смотрите по своим условиям кто еще не научился закрытых системах вот не всегда нужно все делать так как показывает нужно подбирать посадки под себя под свои под свои температуры под свою влажность вот так так что вот у меня вот так вот идеально растут дальше здесь у меня две недавно пересажены из маленьких горшков также они росли две это с 1 из 7 размера они у меня растут 1 вот первый раз выпустила цветоносик это каскады по моим крупный каскад нью-йорк и каскад белая 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 салатовая губа аск грин у другой не вижу по моему нью-йорк вот это ну вот так вот только недавно пересадила так что так дальше это у меня две в керамзите потом сниму их тоже в керамзите это две моих с открытым корневой без субстрата и вот здесь у меня еще орхидейки растут тоже всех закрытых системах вот такие вот посадочки где по 2 где у меня здесь детский садик только дорастают до размера цветения вот так что вот сможете посмотреть какие посадочки это бойном горшочки вот потом когда процветут я обязательно вам сниму и покажу вот только покажу как что не в горшочках творится вот это посажена в кока чипсы тоже это такая орхидейка пахучка пахнет цитрусом название не помню и она по-моему я все забываю подписать когда нахожу ее название и вот такая вот орхидейка у меня я покупала в эпицентре прошлой зимой если я не ошибаюсь это была фиолетовая такая красивая мультифлорка там еще некоторые были цветочки не совсем высохшие вот что успела разглядеть и как-то она шикарно все росла а потом в один момент у нее к что-то сша и случилось или вода попала не знаю прям сгнила и вот я вверх верхушку обрезала и и вот что у меня получилось она вот начала наращивать корни все хорошо но естественно нужно теперь и ждать цветение не скоро я думаю будет у нее вот такая вот красоточка пенеке у меня уже не удалось спасти там пошла чернота вот так что потом наращивала она у меня корешки кстати воде просто в стаканчике с водой сначала листиком вроде бы она стояла воде потом когда она начала выпускать корни развернула корнями в воду и так и нарастила корешки потом я просто перевалила как бы разместила вот сюда а здесь у меня была вот уже такая вот композиция из мха просто стоял в этой вазочке я решила подсадить сюда эту орхидейка вот так она у меня растет то есть мог только по краю горшка внутри там мха нет вот а моха я специально вот так вот сажаю чтобы мне нравится как она заполняет этот мох все стенки они такие зелененькие красивые так что вот такие у меня орхидейки в закрытых системах как вы видите у меня не только они цветут сейчас с открытой корневой орхидейки а из закрытой системе цветет только вот три орхидейки сейчас все на цветоносах что и ну вот с открытой корневой тоже вот два цветоносика у нее один и второй так что это абсолютно никакой роли не играет в открытой с открытыми она корнями либо в каком-то субстрате для цветения мне так кажется не знаю возможно но это такие вот мои рассуждения потом как зацветет посмотрим хорошо бы конечно было попробовать данные посадки разные посадки на орхидейках одной группы орхидейки орхидейках одного сорта и тогда уже можно о чем-то говорить сравнивать цветение сравнивать рост листиков корешков и тому подобное ну пока я вот никакой разницы не заметила вот так что вот так подкармливаю я их также как и орхидейки в без субстрата в посадке то есть подкармливаю если подкармливаю то уже все сразу ну и всем спасибо за внимание и всем пока пока